Сегодня мы расскажем о профессионалах, стоящих на страже закона, и о тех, чья ежедневная работа – спасение людей. Словом, о настоящих бойцах, готовых в любую секунду рисковать своей жизнью ради других. Сегодня у нас специальный выпуск программы «Бруталити» – совместная тренировка вместе со спецназом Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Будет интересно. Подразделение «Гром-55» и его сотрудники практически ежедневно принимают участие в специальных операциях. Нередко им приходится противостоять вооруженным преступникам, бандитам и наркоманам с таким вот арсеналом. Для команды «Бруталити» совместные занятия с бойцами «Грома» далеко не первые. Вместе с мастерами спорта мы практиковали приемы самообороны и занимались стрельбой. Сегодня профессиональная альпинистская подготовка. Слово старшему группы. Задача у нас немножко отличается от всех других спецподразделений. Там нужно выжить, там нужно задержать, но время там не оговорится. У нас нужно быть достаточно мобильным и быстрым, чтобы выполнить задачу. Потому что мало того, чтобы задержать, его нужно задержать в определенный момент, при определенных условиях. Чтобы понять, чего стоит соблюдение всех этих условий, достаточно взглянуть на статистику. В 2015 году Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Омской области раскрыто почти 680 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из которых 170 совершены участниками и организаторами ОБГ. 5 связаны с легализацией преступных доходов на сумму более 70 миллионов рублей. Зарегистрировано полтора десятка преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов. Изъято более 380 килограммов запрещенных веществ. Тем временем мы подошли к площадке, на которой будет происходить тренировка. Этот заброшенный недострой, своего рода полигон для спецназа различных ведомств. Идеально подходит для любых занятий по тактической, огневой и специальной подготовке. Первый упадет старше. Остальные. Один смотрит за узлами. Другой наблюдает сверху, выполняя функцию страховщика. Готов? Две одни. Два. Наставал. Узлой. Нормально. Пошел. Все так. Нормально. Через этаж. Нормально. Стена, земля. Теперь очередь всей группы. Сделай переходы через окна. Хорошо. Вот так. Ноги пошире. Куда ты веревку посмотри? Ладно, спускайся. Раз-два. Пошел. Раз-два. Во, пошел. Раз-два. Молодец, замри. Еще раз. Пошел. Мягче. Далее отрабатываются различные элементы спуска и варианты действий боевой тройки. Между первым и вторым привязк. И. Вот так. На середину. Что? Привет. Все, повесели. Кто готов? Аверкейль. По одному разберитесь. Во. Паук. Аверкейль. Достал ствол. Не глядя, не глядя на очередь. Достал. Зарядил. Ведешь огонь. Еще. Еще раз. На колено можешь встать? Да, вот, вот. Вот так. Вот. Молодец. Ну и ладно. Оторвались с стволом. Молодец. Чем сложим выход, вернее спуск здания? Что его нужно подготовить? На это нужно около суток. Найти точки выхода, определить количество веревки, прокладочного материала. Потом найти именно то окно, которое нам нужно, а не к соседям. Какого черта? Простите, это Pacific Coast Highway 1014? Что? Pacific Coast Highway 1014? Да нет. Это Pacific Coast Highway 814. 1014 за два квартала отсюда. Извините, это моя ошибка. Нет проблем. Реальная, а не киношная спецоперация должна полностью исключить, какие бы то ни было ошибки. На эту подготовку около суток вы должны уйти. Но иногда у нас нет этих суток. Поэтому приходится работать больше головой. Работаем! Рыбай! Эти действия группа отрабатывает регулярно. Свободное от оперативной работы время, поясняют бойцы. Добрый вечер! Есть элементы страха. Для неподготовленного человека, мне кажется, это очень сложно делать. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр, запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис» «Омская 213-Б». Телефон 666-432. Теперь моя очередь испытать себя. Прежде чем облачиться в специальную экипировку, кстати, выполненную под каждого бойца индивидуально, надеваю стандартную бронежилет и наколенники. Непосредственно само альпинистское снаряжение имеет свои особенности, главное из которых – сохранить баланс центра тяжести тела. Это ощущается даже тогда, когда еще есть почва под ногами. Смотри, ты уберешь руку и вот сюда. Нет, не накручиваешь. Она вот у тебя стоит, и ты ее так же делаешь. И делаешь. Отпусти руку. Вот. Опять, потихоньку стравливаешь. Она движется. Отпускает кулак чуть-чуть. Вот. Поним, да? Поднимайся. Основу безопасности. Вот в эту ты вообще не трогаешь. Вот здесь вот тоже не трогаешь. Попадет палец отрогаешь. Можешь хвататься здесь. Но никак не сюда. Опять, наверх. Попадет палец. Пока можно выше, да? Руку. На спину. Да. Вот. И вот просто сверк. Вот. И чтобы опуститься, да, вот подстравливаешься немножко. И вот можешь вообще упасть. Вот. Еще раз. Ну, и чтобы ты висел. Поднял. Надо выше. И руку засунул. За спину. Выше, выше. Главное, не на маты ничего не выпадать. Да? Вот. И за спину. Оттолкнулся. Встал. После учебной отработки на земле пробую взять высоту. Второй этаж. Первое время будет трудно совладать, скорее, даже не со страхом высоты, а с инстинктом самосохранения, поясняют бойцы. Это когда руки и ноги отказываются слушаться. Поэтому важное правило для новичков – стараться не смотреть вниз и не паниковать. Впрочем, разбиться не даст страховка. А-а-а! Вот и все. Спускай. К моей экипировке добавляется шлем. Это тебе что есть, и ты что-нибудь там? Тебе не больно? Непривычно. Выходить в пустой оконный проем, признаться, необычно и страшновато. Даже несмотря на небольшую высоту. Ну, ты-то как я. Один в один. Вот. Смотри, у меня уже здесь. Так. Нижнюю, да? Вот. Нижнюю, ага. Это отпущу. Верхнюю ты не должен брать вообще. Выше. Вытягивай. 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 Вытягивай до максимального. Во. Еще. Вот. И теперь, смотри. Топ, он. За спину. Опускай, опускай, опускай. И не отпускай, чтобы не случилось. И отпускай. Сел. Во. Давай. Давай, стравливай чуть-чуть. Страховка сзади работает. Со мной, за мной. Делай все, что мои действия. Выше. Стоим на ноги, стрижка широкая. На полной статье. Ниже, ниже, ниже. Во. Во. И пошел таким действием. Вот и взял засу. Немножко. Раз, два. Давай, раз, два. Стравлю, стравлю. Во. А вот отсюда, Никит, смотри. Так, берешь, сильнее. Талкиваешься. И вниз. Сильнее оттолкнись, со всей силой. И вниз. Во. На большую четвертую. То, что еще минуту назад казалось легким делом, с каждой секундой ожидания добавляет напряжение. Пальцы не слушаются. Никита, явно не хотят тебя опускать. Страховал. Ну, Никит, ты повторяешь все мои действия. Сначала я еду, а потом ты. Опять. Длинь, смотри, ты лезь. Все торцом, второй раз, нога. Рука. Что-то не веришь. Взял. Высок. Ну, мне ноги мешают поднимать это. Да. Мышка. Давай, давай. Вот так. Вот, молодец, развернулся спиной. Замри. Замри. Все, работай. Все рукой. Вот сюда, вот сюда. Вот, и спиной выходишь. Руку сразу за спину возьми. За спину берем. Вот. Вот, она у тебя уже натянутая. Голову туда высадите, если что. Сначала голову. Голову. Не бойся, мы тебя держим, там внизу. Я же с тобой. Вот. Руку вот сюда вот. Вот. Руку за спину. И чтобы не случилось, нам надо у тебя за спиной. Всегда за спиной. Понял? Руку у нас всегда на всю. Не смотри вниз, смотри на меня. Делай. Давай, давай, руку вперед, вытяни. Руку держи, вот. Нет, нет, сначала вытяни. Ну, вытяни. Сначала вытяни. Сначала вытяни. Страшно? Ты держи за спиной, за спиной в лоб. Да у меня и за счет руки вот, как поездной, отпустить вот эту. Поездной? Ты ее просто стравливал, чуть-чуть, кулак. И туда, не бей. Вытяни, вытяни. Вытяни, 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 вытяни. Ты на бонзу, он у тебя голод. Поперлась. Вот, ничего с ней не будет. Сань, не уйди. Просто вытяни руку вперед. Просто вытяни руку вперед. Все. И чуть-чуть, потихонечку стравливай. Вот. Ты пустя руку. Не надо? Нет. Вытяни руку, вот, сиди. А ты ее не запускай. Ее не надо пускать. Ну что, давай на второй этаж. Не хватило у меня на четвертый. Честно. Давай, что-то меня застарает. На второй этаж. Хорошо. Там увидимся. Пока. Ну да, конечно. Прямо реально, инстинксом сохранения работает прям очень. Пойдем на второй этаж. Пойдем на второй этаж. Пусти, пузызил, смотри. Отталкиваешь. И прилетел. И сильнее. И стравьё. Вот. Попел? Нормально. Разодевайся. Это было познавательно. Хоть меня и не хватило на четвертый этаж. Но тем не менее. Побороть свой собственный страх бывает очень сложно. Особенно если речь идет об инстинкте и самосохранении. Наверное, правильно говорят, что не надо смотреть вниз. Потому что, по сути, разница между вторым и четвертым небольшая. Но тем не менее. На четвертом вот эти вот пустые пролеты, они именно заставляют испугаться, скажем так. В общем, полная бруталити. Как говорят бойцы группы, чем больше практики, тем больше уверенности. Совладать с паникой вполне по силам каждому. А мы обязательно продолжим совместные брутальные занятия. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем. Шиномонтаж. Автомойка. Предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская 213-Б. Телефон 666-432. Мы привыкли к тому, что доблесть, отвага и бесстрашие проявляются исключительно в противостоянии людей. Никто не усомнится в волевых качествах чемпиона по боксу. Никто не поставит под сомнение смелость героя войны. Однако существует борьба, участникам которой иметь железную волю и быть храбрым жизненно необходимо. И это борьба за стихией. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, именно от этих людей во многом будет зависеть ваша жизнь. Профессия, представители которой ежедневно борются с опасностью и преодолевают свой страх. Спасатели фруталити. Человечество нередко сталкивается с гневом природы. Страх перед подавляющей яростью разбушевавшихся стихий у нас в крови. Противостоять мощи природы. Устранять последствия проявления ее злого нрава. Работать в экстремальной обстановке и раз за разом наблюдать действительно жуткие картины. Можно сказать, что мужество – профессиональное качество этих людей. Для наших широт борьба с огнем в приоритете. Поэтому мне сегодня придется побывать именно в амплуа огнеборца. О специальном тренировочном комплексе нам расскажет Павел Малиновский. Скажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся и что вот это такое? Сейчас мы находимся на территории Омского учебного центра. Федеральная противопожарная служба. Данное строение – учебно-тренировочный комплекс. Называется ГРОД. Предназначен для тренировки пожарных и спасателей. Для работы в непригодной для дыхания среде. Первая комната – пультовая. Отсюда инструктор руководит ходом тренировки. За второй дверью – теплокамера. Зона кардионагрузки в условиях повышенной температуры воздуха. Сейчас вы чувствуете, какая здесь температура как раз. Здесь проходит тренировка газодымозащитников, готовящих к следующему, заключительному этапу. Здесь находится дымокамера. Или лабиринт. Вот данное помещение при помощи решеток у нас поделено, видите, по вертикали на уровне. И в продольном управлении тоже поделено. Данное помещение задымляется. Включаются световые и звуковые эффекты, имитирующие шум на пожаре. И пожарный выполняет поставленную задачу. Место без преувеличения жутковатое. От перспективы прохождения этого лабиринта становится не по себе. Но работа есть работа. Пора экипироваться. Вот, потом по времени посмотришь, сколько поднимаешься. Даже если я не могу сказать. Это одежда состоит из пыли, да? Это сейчас еще. Не самое удобное, в чем я находился. Спортивная одежда, кажется, мне намного удобнее. Но ты кажешься мне каким-то защищенным? Ну, как говорится, в огне не сгоришь, владею не тоньше. Насчет воды не знаю. Но в огне-то точно не сгорю. Надеваем защитную каску. И я пошел. Грот ждет. Для начала побегаем. Впереди теплокамера. Итак, мы находимся в специальной тренировочной комнате МЧС. Температура здесь около 40 градусов. На мне не полная амуниция, но вообще дополнительно надевают около 16 килограммов. Воздушный баллон и специальная дыхательная маска, что еще усложняет задачу. Здесь есть три кардиотренажера. Мы начнем с беговой дорожки. Стоит сказать, что на тренировке спасателей количество человек в отряде строго регламентировано и равняется трём. Поскольку одному действовать опасно, совместная слаженная работа – ключ к успеху. Поэтому пока один бегает, остальные работают на других тренажерах. Второе упражнение – степ-тренажер. И, наконец, молот. После степ-тренажера мы приступаем к тренажеру под названием молот. Это, в принципе, обычный тренажер на трицепс. С той ремаркой, что здесь 25 килограммов веса. И более такая взрывная тяга идет. Потому что кардио есть кардио. Начнем. Весьма тяжело работать с такой нагрузкой при такой температуре воздуха. Вспоминаешь жаркий Таиланд, только на тебе еще дополнительный вид. Куртка и теплые штаны. Весьма тяжело. Поэтому быть спасателем – это нелегкий труд, запомните. Ну а напоследок – истинный ад для клоустрофоба. И, без сомнений, самый жуткий элемент грота. Дымовая комната и лабиринт. Погнали. Раньше прозревал, что не просто быть пожарным. И спасателем. Теперь это точно знаю. Что надо сказать? Это имитация реальных условий. Примерно так они и работают. Ободряющие крики. И вот она финальная инстанция. Это вот эта труба. Выбрался. Отбей. Сейчас надо было проползти по трубе. Там очень демно. Точнее, вообще ничего не видно. А на диаметре 80 сантиметров ты ползешь вот так вот. Но я выбрался. Я молодец. Незабываемое ощущение. К слову, немного распорядки дня сотрудника МЧС. Тренировки – далеко не все. Привел мышцы в тонус, освежил и наработал необходимые навыки, а затем заступил на 24-часовое дежурство. За это время может случиться всякое и нужно быть готовым ко всему. Первое отделение выезжает. Первое отделение на выезд. Первое отделение на выезд. Смотрите в следующей программе «Родителям на заметку». С чего начинается путь чемпионов? Я хотел порвать его, как Федор Емельяненко порвал соперников. Не надо пропускать тренировки, лучше заниматься. Лучше ходи туда, чтобы ты не был в синяках. Клуб «Боец» – кузница победителей. Либо локоть слишком близко к сопернику, вы начинаете бить не локтем, а вот этой частью. Либо наоборот, сильно далеко. Понятно? А здесь у вас вот определенная цель будет, на которой вы будете работать. Приготовились, один номер работает. Не жди атаки, опережай. Опять серия с начала. Раз, колено. Назад. Раз, рука. Назад. Соперник пошел. Опа! Остановил. Встал опять. Стоишь спокойно. Для тех, кто получил травму, от себя лично, не застрять на этом внимании. Мой отец был жесткий очень. Он говорил, нет, ты пойдешь в тренировку. Старший тренер сборной России по тайскому боксу. Виталий Гончук. Наставник и друг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова